Валидовом дворце Валидовом дворце Валидовом дворце Валидовом дворце Валидовом дворце Пробки, еще немного неуверенные движения, ребята пока только привыкают ко льду. Казалось, они только вчера встали на коньки, а сейчас с большим энтузиазмом постигают разы такой непростой игры, требующей от юных спортсменов полной отдачи. Я играю в хоккей уже полгода. Мне было трудно сначала делать броски. Мне это было очень тяжело. И я занимаюсь с Михаилом Михайловичем. Он меня хорошо учит. А в хоккей очень тяжело играть, потому что форма тяжелая. Ступ клюшек, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов завершивших сезон 2021-2022. В торжественной обстановке подверли итоги по каждой возрастной группе. Наградили лучших игроков. С успешным завершением сезона воспитанников, тренеров и родителей поздравил председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. Я хочу пожелать начинающим юным фурганистам проявлять упросту в достижении цели. Стремиться за своими старшими товарищами. Играть в хоккейт, в дальнейшем играть. Все ребята, которые уже выпускаются, желают успеха в жизни. Играть в хоккейт, в дальнейшем играть в хоккейт, в дальнейшем играть в хоккейт, в дальнейшем играть в хоккейт. В центре внимания на торжественной части были, конечно, выпускники. По традиции на лед ребята вышли уже без формы. Сезон для ребят выдался непростым. Они играли на первенстве в Нижегородской области среди взрослых команд. Поскольку эти состязания не требовали от юных хоккеистов долгих выездов. И они могли больше времени посвятить учебе. И если поначалу ребятам пришлось совсем непросто, сдаваться они не привыкли. Итог впечатляет. Третье место из 16 команд. В конце вообще хорошо играли. То есть влились они уже в этот ритм. Возрослые хоккей уже вошли. Поэтому я считаю, все молодцы. Всем большое спасибо за сезон. Особенно большое спасибо болельщикам, которые приходили, поддерживали нас. В нашем ледовом дворце. Замечательно. Прошли тяжелый путь. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые приложили руку к нашему воспитанию. Родители, безусловно, помогали нам в любом моменте. И также зрителей, которые всегда поддерживали нас. Спасибо. Жаркие баталии, ярчайшие победы, разгромные поражения. Этот сезон подарил болельщикам, тренерам и самим игрокам море непередаваемых эмоций. После торжественной церемонии на ледовой арене младшие хоккеисты показали мастерство владения клюшкой и шайбой. В минувшее воскресенье в Мещерском фоке Нижнего Новгорода состоялся чемпионат Нижегородской области по хоккею среди студенческих команд. Соревнования завершили официальный областной сезон по хоккею. В турнире приняли участие шесть вузовских команд. По итогам ледовых поединков команда хоккеистов Саровского физико-технического института стала призером чемпионата и расположилась в итоговой турнирной таблице на втором месте, уступив первенство команде Нижегородского государственного инженерно-экономического университета из Книгинина. Организаторы соревнований Нижегородская областная федерация хоккея и Министерство спорта Нижегородской области. Турнир пришел шикарно. Мы сделали все, что могли. Но в последней игре мы не реализовали много моментов, которые могли реализовать. И из-за этого выступили как раз в команде Книгинина. Всех повторяю с окончанием турнира. Все молодцы. Спасибо. Атом – бронзовый призер чемпионата Нижегородской области по баскетболу. В полуфинале саровские баскетболисты встретились с командой «Лукоморье» из Нижнего Новгорода. На следующий день состоялся матч за третье место с «Газ» и «Электроникой» из «Арзамаса». Атом заслуженно победил со счетом 91-75. Ребята получили кубок и бронзовые медали. Команда «Атом» на пути к финалу четырех заняла первое место в регулярном чемпионате в группе «Область». С результатом 11 побед и 1 поражение. А в четвертьфинале наши спортсмены победили университет Лобачевского. Городские соревнования по плаванию в молодежном центре проводились по трех номинациям. Вольный стиль, брасок, ролик груди. Свои спортивные успехи демонстрировали ребята с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Детки приходят разные, с различными заболеваниями. К каждому выбираем индивидуальный комплекс. Работаем в силу возможностей детей. У кого-то щадящий режим, у кого-то более спортивный. Готовимся потихонечку к соревнованиям. Спортсмены активно поддерживали друг друга. Кто-то ставил себе цель преодолеть дистанцию полностью. Кто-то планировал поставить новый личный рекорд. Так или иначе, у ребят все получилось. 4-5 года я занимаюсь. У меня всего 18 медалей, если считать вот эту. Мне нравится плавать, потому что это иногда есть куда деть всю свою энергию. Это просто тренировка. Спорт – это лучший помощник жизни. Именно он формирует сильнейшие личные качества, влияет как на физическое здоровье, так и на ментальное. В 2021 году Союзу детских организаций «Сияющие звезды» исполнилось 30 лет. Всего в Сарове существует 14 пионерских дружин. Также на базе Дворца творчества собирается детская палата «Галактика». Самые инициативные ребята со всех школ города. Именно пионеры стали организаторами городского снайпера среди школьников. Эта игра посвящена 100-летию пионерской организации и проходит в рамках наших торжественных мероприятий, посвященных 100-летию пионерской организации. Здесь собрались сильнейшие команды школ, где они сражаются за победу и будут врученным кубок на торжественной линейке 18 мая. «Снайпер» – командная игра, которая чем-то похожа на вышибалые правил больше, однако так спорт становится интереснее. Детские игры не всегда эмоциональные. Очень были и слезы, и слезы радости, и слезы горя. Очень эмоциональная игра. Дети играли разных возрастов, от 4-го до 6-го класса включительно, и девочки, и мальчики. Это такая игра, где очень быстро все меняется. Может, команда победившая почти что внезапно проиграть. Празднование столетия пионерии только начинается. Союз детских организаций «Сияющие звезды» приглашает всех школьников принимать участие в юбилейных мероприятиях. Кожаный мяч – крупнейшее массовое всесоюзное и всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. С инициативой о проведении подобного массового соревнований впервые выступил советский вратарь Лев Яшин. В 1964 году соревнования впервые состоялись. С этого момента турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключения. Саров не остается в стороне. Уже несколько лет турнир проводят на стадионе Икар. Кожаный мяч наполнен детским волнением, тренерским контролем и родительской поддержкой. Несмотря на младший возраст футболистов, главный судья соревнований отметил у ребят хорошую спортивную подготовку. И действительно, спортсмены смелы и горячи уверены в своих решениях. Мы тренировались почти каждый день. У нас тренировка там, то есть мы не всегда играем. Мы даже меньше играем, чем больше тренируемся. То есть всякие там упражнения. Детский футбол – это сплоченная работа и мальчиков, и девочек. В команде «Леса» представительницы прекрасного пола играют наравне со своими друзьями, ничуть не уступая в силе и ловкости. Физическая подготовка спортсменок на высшем уровне. Интересно, что футболистам женского пола часто поручают такую важную в сборной роль, как капитан команды. Мы играли за третье место и выиграли команду «ИКАР». Победа далась нам не так уж легко и не так сложно. С 19 по 25 апреля проходили соревнования для команд 2011-2012 годов рождения. Бронзу завоевали «Лиса» из Центра внешкольной работы. Школа номер 17 на втором месте «Золото» досталась «ИКАРу-2011». 26 апреля начался турнир среди 2009-2010 годов рождения. Результаты игр размещают в сообществе Ассоциации мини-футбола Сарова. Команды, занявшие в муниципальном тапе первое место, будут представлять наш город на зональном уровне.